Спасибо. Приветствую вас, дорогая церковь. Все наши свидетельства, конечно же, о славе Господней, что Он делает лично для нас, через нас для других людей, ну и даже вот через нас для города. Все началось с того, что одна сестра, болгарка, она привела в нашу церковь пенсионерку русскую, и мы познакомились с этой болгарской женщиной-христианкой, и мы с ней подружились. И иногда с ней гуляли по городу, и она назначила мне встречу, говорит, ну где мы встретимся? Я говорю, ну я не знаю, где хочешь. Она говорит, ну давай на козырка-то. Думаю, что за козырка? Я говорю, что это такое? Она говорит, ну это вот, она русский довольно-таки хорошо знает. По-вашему, это козырек. И напротив кафедрального собора, там вот магазин березка под этим козырьком, вот давай где-то там, в районе козырка встретимся. Встретились. Я так глянула, думаю, о, точно козырек. Пошли гулять. Потом как-то через несколько дней я стояла на кухне, мыла посуду и молилась на языках. Ну бывает у меня такое. Во время каких-то дел я тоже побуждает Дух Святой когда-то бесполезно сопротивляться. И во время этой молитвы вдруг мне пришло такое знание, ну просто вот знание такое, что вот этот самый козырек, он представляет опасность для людей. Мы с ней в следующий раз опять встретились около этого козырька. Я так посмотрела на него, думаю, о, действительно. Он такой мощный, несколько, не знаю, десятков, наверное, квадратных метров по площади. И он бетонный, такой огромный, толстый, такое козырище. И у него нет даже опору впереди. И я думаю, ну реально. Я этой женщине болгарки сказала, я говорю, знаешь, вот у меня вот такое кровение. Она говорит, ну знаешь, мол, этот вопрос когда-то поднимался в городе, когда-то давно. И потом решили, что как бы, ну все нормально. Ну и как бы я тоже как-то так, не знаю, успокоилась, что ли. Или просто забыла, наверное, в своих каких-то там, в своих заботах. Все это ушло на второй план. Значит, в следующий раз я снова стою, мою посуду на кухне и молюсь на языках. И Господь мне напомнил об этом. Напомнил. Он напоминает так очень нежно. Вот лучше бы он, конечно, как-то вот так вот пинками бы и громким голосом, тогда бы было более понятно. Но тут он опять напомнил. Но тут меня конкретно уже это коснулось. И так сильно коснулось, что я буквально в тряске уже в каком-то, в таком этом, думаю, если этот козырек, не дай бог, рухнет, я буду виновата, если кто там погибнет. И я срочно включаю компьютер и включаю онлайн-переводчик и давай писать заявление в администрацию, вот вообще, ну, Варна, на мэры города Варна, Ивана Портных. И я написала на болгарском это заявление. И я буквально, ну, скорее-скорее бегом, потому что меня уже просто вот так вот двигало и трясло. Я думаю, мне все равно, что там мне скажут, примут это заявление, не примут. Я должна это сделать. Я прихожу в здание администрации, талончик там этот вот на очередь, подходит моя очередь, и я подаю это заявление. И самая главная строчка в этом заявлении, что это откровение я имею от Бога. Вот думаю, как хотите, вот так вот. А потому что, а кто я, да? Я что, главный архитектор, что ли, какой-то? Да. И вот эта строчка там, это так? И она у меня принимает это заявление. Еще говорит там, напишите молба-сигнал. Приняла она этот сигнал, дала мне квиточек такой. Ну, я еще тут не применила ей молитву покаяния. Подарила на бумажечке у меня есть. Вот. Ну, и все как бы на этом. Я выхожу оттуда такая свободная. У меня такая гора с плеч свалилась. Проходит несколько дней, и я уже про это забыла. Дело сделано. И мне приходит извещение, что меня ожидает письмо на почте. И, кстати говоря, первое извещение, как-то где-то оно пропало, и я не вовремя получила вот это письмо. Это письмо, ну, как бы копия мне была отправлена. Тут все на болгарском. Короче говоря, вот мэр города передал это письмо директору на дирекцию инженерной инфраструктуры и благоустрояваны Петр Гырбузов. Он, значит, в свою очередь собрал комиссию вот из Кмета на район Одессас, где находится этот козырек, до директор на дирекции на дирекции АГУП. Это архитектура, градостроительство и устройственно планирование. Еще, значит, директор на дирекции ОСИЦ. Это общинская собственность экономика и деятельность стопанской деятельности. Короче говоря, до господин Цветан Атанасов. Это, видимо, он имеет какую-то часть собственности под этим козырьком. Это, я посмотрела в интернете, это, он владеет музеем ретроавтомобилей и также у него музей восковых фигур, очень состоятельный человек и что-то у него под этим козырьком какая-то есть недвижимость, видимо. Ну, вот и копия вот мне, госпожа Татьяна Тюлькова. Ну, я, что значит, эта комиссия должна была собраться 26 июня 2018 года в 10 часов для осмотра вот по этому заявлению этого козырька и принять какое-то решение. Я, конечно, была очень счастлива, получив это письмо, просто, ну, до слез, наверное, что и очень, и так это здорово, да, вот, ребята, вот в какую страну мы, Господь нас привел, да, здесь власти, ну, не крутят у виска, когда им приходит вот такое вот заявление, да, что я имею откровение от Бога, а они собирают комиссию и они начинают действовать, слава Господу, и слава Господу за то, что вот он так вот заботится о жителях города Варна, и, и как бы, и я, конечно, каюсь, что я первый раз вот так вот, ну, пропустила вот этот вот такой момент, да, и что Господу пришлось напомнить, что там потом меня уже начало трясти, и я побежала там со всех ног в эту администрацию и просто я вас призываю, призываю ничего не бояться, слушать Господа и идти, куда он зовет, невзирая на то, как отреагируют, что там будет, нам главное сделать то, что говорит Господь. Слава Господу. Спасибо. Спасибо.